От одного из членов нашего жюри, от Али. Давайте ее поприветствуем. Поприветствуем! Раз-раз. Наджи, работает. Я хочу еще раз всех подсвечить на фестивале. И у нас сегодня небольшой такой мастер-класс по дефиле, по косплодифиле. Так все-таки фестиваль у нас дефилешный, в основном больше всего, конечно, дефиле. Поэтому поговорим сегодня именно об этой номинации. Что такое вообще дефиле? Это номер, который на одну минуту рассчитан, ну или на две на некоторых фестивалях, в котором нужно показать своего персонажа, именно костюм его, потому что прежде всего все-таки костюм важен. Какие у нас есть вообще номинации дефиле? Это одиночное дефиле, парное дефиле, групповое дефиле, которое часто соединяется в парню. У нас есть дефиле персонажей, это недавно придуманный вид дефиле. Есть у нас дефиле, проводимый в Воронеже, на Танибате и в Самаре. Насколько знаю, в Киеве еще идут вроде бы. Экшн дефиле. И есть еще чибе дефиле, вот для таких вот. Вот они, у них родители только закончили и уже одели детей. А теперь вот все косплееры, ну практически все, конечно, процентов 70, совершают просто самые простейшие ошибки, которые вот из фестиваля в фестиваль, они идут, идут, идут. И первая ошибка — это сюжет. В дефиле не должно быть сюжета. Это не должна быть сценка без слов. Это не должно быть какой-то сценировка аниме, манги или что у вас конкретно за персонаж. А вот, ну просто выходят иногда и начинается, значит, у них боевка, у них продуманный сюжет, у них продуманная там любовная история с его им в конце. Все мы это знаем. Вот, все знают, да? Вот. Да, статичные позы. Еще одна такая ошибка в дефиле, когда их нет. Их должно быть хотя бы три. Это должно быть бок, второй бок и перед. Если у вас какой-то очень красивый костюм там сзади, у вас там огромный бан с палетками, у вас рисунок, который вы рисовали три месяца от руки, то да, конечно, показать спину — это нужно. В этом плане, конечно, нужно показать спину, но все-таки избегать нужно таких откровенных по спиной. Еще одна замечательная ошибка — это очень быстрое движение косплеера. Мастер. Вот он выходит и начинает вот, 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 типа вот такого вот. Она что-то сделала, прошла, ничего не показала. Это вот еще лучше. Они выбегают, начинают, значит, тут все у них там, все красиво так. Но у фотографа, вот у нас в жюри сидит фотоеж, представитель фотоежа, и он не успевает сделать фотографию, когда косплеер выбегает, помельчишь шелуками и убежал. Вот это вот просто очень интересный момент такой. Еще одно замечательное, вот просто вот из этой вот ошибки, вот этой вот прошедшей девушки, которая сейчас прошла и ушла уже, это движение косплеера у воды. Ну, вода — это вот болото, это вот задний кулис. Кто не знает, у нас же, значит, это вот рангоут. Вот это вот анфосцена до линии занавеса. Дальше у нас игровая площадка, а дальше у нас болото. Вот не надо идти к болоту. Вот у вас, как бы, ваше поле боя — это анфосцена. Вот анфосцена от рангоута до кулис. И не надо уходить туда-оттуда, ваш костюм плохо виден. Я могу понять, когда костюм там огромный, вот он обтягивает костюм, вот так как шар. Знаете, был когда-то на каком-то, не помню, на каком-то фестивале пришел Пикачу в полный рост. Такой вот был, вот так. Но я, короче, не дотягиваю просто до этого размерами, поэтому показать наглядно не могу. Дальше. Это мимика на лице косплеера. Это больная тема, потому что у нас красивая поза. Красивая поза, я не знаю. И что-то не то на лице. Но вот просто вот выходит, значит, такой, какой-то там пафосный мужик. Значит, у него, значит, поза такая, все красивое на лице. Дальше у нас что? Это жестикуляция на сцене. Да, она нужна. Она нужна, потому что непонятно, что вы там, вот у вас там, вот где-то напарник, там у меня там нет напарника, но там где-то напарник, и вы ему что-то там пытаетесь, вот протягиваете руку, и непонятно, что протягиваете, костюм все закрыл. Поэтому нужно, естественно, жестикуляция нужна, но не переигрывая, если вы, конечно, умеете это делать. Я надеюсь, что все научатся. Я уже это надеюсь. Дальше детали дефиле. Детали дефиле — это когда вы хотите переключение музыки, светом музыку, выключение света посередине дефиле на 15-й секунде, на 2 секунды, чтобы он выключился, потом включился другой свет. Это как бы, понимаете, живые люди сидят на светопульте. У них минута вашего номера. И при этом за минуту они должны переключить просто все, что только могут. Но это, конечно, в лучшем случае... Вот Паша там что-то показывает. Не знаю, он там что-то показал. Это в лучшем случае пойдет просто под обычный свет, под обычный трек. В худшем — это порушится все дефиле. И танец в дефиле — это любимая вещь косплееров. Они выходят и танцуют танго. Они выходят и танцуют вальс. Они выходят и танцуют какую-то... Вот я не умею танцевать корейщину. Я бы станцевала вам кей-поп, если бы умела. Если бы знала хоть один танец... Показать? Вот, мне обещают показать. Я обязательно возьму мастер-класс у вас в кей-поп. Я научусь танцевать. Когда-нибудь сюда обращусь обязательно. Знаете, в танце на лице всегда идут эмоции. Вы вспоминайте движение. Потому что косплеер — это не танцор от бога. Он не готовился 10 лет к этому дефиле. Не, ну, конечно, может, готовился. Я не знаю. Бывают такие люди, которые там 10 лет назад задумали. Вышли вот так. Но у нас все-таки в танце у вас написано, что я думаю о движении. Итак, какое у меня движение? Так, надо вот партнершу здесь схватить. Ой, она упала в другую сторону. Это тоже бывает. Поэтому избегайте все-таки танцев в дефиле. Если, конечно, у вас, ну, я не знаю, принцесса тю-тю, если... Я думаю, все знают, что это такое. Это девушка на пуантах. Это балерины. Я понимаю, что да, можно сделать какое-нибудь такое. Я ее не сделаю, конечно, без пуанта, без всего. Но можно попробовать, но в такой позе вы не устоите. Если вы не балерины. Значит, теперь давайте подумаем, как готовиться дефиле. Хорошее дефиле, чтобы оно соответствовало вот таким критериям, за которые жюри не будет снимать баллы. Прежде всего, это продумывание вашего видения персонажа. Косплеер, он видит персонажа по-своему. Вот, например, девушка Бугульгу была у нас. Она видит ее как... Я смотрю, читающая такая все-таки. Другая девушка увидит... А я же в розовом всяком. Надо вот такая я звезда. И, соответственно, конечно, если вы, допустим, хотите показать звезду, показывайте звезду. Потому что у вас своя, конечно, видение персонажа. И никто вас за это не покусает, не побьет. Да мне не знаю, ничего не сделает с вами в приумке. Выбор музыки — это вообще отдельная тема. Музыка — это вспомогательный элемент. То есть это не то, что надо там... Вот я, значит, вот я такой, значит, вот такой персонаж какой-нибудь. Мне нужна музыка, значит, Иванесенс, чтобы я вышла из такой паралазала. Музыка — это вспомогательный элемент, который должен передать вашего персонажа. Но это будет не совсем правильно, если выйдет такой, значит, амбал. Не, Пикачу, Пикачу, вспомним Пикачу. Пикачу, амбал. Лучше амбал — хорошо, амбал. Выйдет амбал. Пикачу, амбал — хорошо, Пикачу, амбал. Выйдет Пикачу, амбал. Ему запустят трек какой-нибудь там, Сейла, Лун, самый милый, который там есть. И он начнёт что-то вот такое. Это тоже будет комично смотреться. Нет, если вы это сможете отыграть, пожалуйста. Если вы умеете это преподать, пожалуйста. Серьёзно. Это будет даже забавно смотреться. Интересно. Да. А что тогда делать вообще? Что тогда делать? Дальше продумать статичных пост. Мы думаем, как нам лучше показать костюм. Вот, значит, у меня здесь, я не знаю, такая оборка в 5 метров. Вот я пройду вот так красиво. Покажу оборку. Вот здесь у меня бант. Я пройду, встану, покажу этот бант, чтобы все её увидели. Вот такой я молодец. Это опять же к тому, что пост у нас статичных есть и нет, вы не успеваете показать эту всю красоту. И в итоге ваше старание, я не знаю, 5-10 тысяч за костюмы, которые мы в итоге вкладываем в них. 5-10? 5-10? Ты молишь? Хорошо, больше. Но я просто уже как бы... Шеи сам. Вот. Чего у тебя там? Шеи сам. Я поддерживаю, шеи сам. Но всё равно дорого. Ты потрачешь на ткани, всё равно деньги уйдут. И на нервы. Знаете, связка поз при проходе, когда вот косплеер выбрал три позы. Вот он выбрал крутые позы. И, значит, выходит так. Встал в крутую позу, там, я не знаю. И потом. Вот так вот. Прошёл. И опять встал. Да исток. Обязательно продумывайте свои проходы на сцене. Чтобы они были логичны, не как-то связывали ваши дефлексы. Всё-таки это номер. Это номер общий. Да, и вот так тоже можно. Как тут предлагают с первого ряда. Так тоже можно. Но не нужно. Это неправильно. Придумали недавно на Тяну Ю. На Тяну Ю, по-моему, ввели. Дефиле персонажа. Это как раз для тех, кто хочет показать персонажа. Вот такими вот. Выходите, делайте. Сценку ставить не надо. Но выходите, двигайтесь, показывайте персонажа, его, значит, характер. Сюжет. Это... Вот так. Кто-то покушать хочет. Кушать декюре тоже можно, если я возглавлю персонажа. Кушать, он не кушать. Ладно. Давайте продолжим. Давайте о сюжете всё-таки. Вот кто-то спросил про то, что делать, если сюжет не оставить. Кто-то спрашивал, про что делать. Вот вы, по-моему, да? Вот. Что делать? Если хочется сюжет, показать что-то это, идите в экшн-дефиле. Экшн-дефиле для тех, кто хочет показать сюжет. Маленькая сценка. Я вакуру. И делайте сценку, хотите, со словами прописывайте. Хотите, может быть, вам даже дадут микрофоны. Может быть. Но, пожалуйста, ставьте сюжет, это всё будет красиво, это всё будет правильно, но танцевать там не надо. Потому что опять это будет что-то странное на лице. Знаете, ещё одна такая вещь, это кроссплей. Все знают, да? Кто тут занимается кроссплеем у нас? Кроссплей — это когда отыгрывается персонаж другого пола, противоположного вам. Вот я так как минимум помню Алоиса, который здесь. Он ушёл, да? А он отошёл. Но человек, на самом деле, даже несмотря на кроссплей, делает шикарную вещь. И харизма у него ходит в облаке. То есть это просто... Давайте, может, ещё раз вам аплодируем? Да, всё не подовой сами. Знаете, это очень популярное явление, конечно, этот кроссплей, но если как бы косплей выделяется своим полом, но бывает такое, что девушка, значит, шестым размером груди, ну и такое бывает. Это, конечно, неудобно, но бывает. Поэтому, если у вас косплей такой персонаж, найдите либо мужского пола, который будет, значит, закрыт весь. Ну, как Пикачу. Либо ищите женского персонажа. Женских персонажей и полных, и маленьких, и больших у нас полно. Как их мужики, кстати говоря. Есть карлики, есть не очень. Вообще, как вот у нас... Я помню, сегодня у нас очень много групп, именно косплееров, кто группами ставит фле. Как вообще подобрать в группе персонажей. Потому что иногда вот просто только я вхожу на фестиваль, а это 9 лет. Я смотрю такую картину иногда, значит, выходит... Ну, возьмём Сэллэр Мун. Я просто не вспомню сейчас стендов. Возьмём Сэллэр Мун. Выходит такая вот Сэллэр Мун. Вот такая. И с ней такая вот челюца. И ты смотришь и пытаешься понять, они друг другу косплеят, или они реально что-то пытаются показать нормально. Так вот. Есть серия, если я челюца не сажала. Да-да-да. Из этой же. Поэтому, если у вас группа, выбирайте персонажей, ну, хотя бы по своей комплекте, как бы так сказать, относительно аниме. Ну, или манги, или игры, или чего там у вас. То есть, если у вас в оригинале три персонажа, это три. Один, значит, вот такой, второй вот такой, третий вот такой. Не обязательно делать там 145, 160, 170, вот как в оригинале. Но сделайте так, чтобы это было хотя бы пропорционально. Чтобы не было вот такого Сэллэр Мун у нас. Вот. То есть, достаточно, в принципе, плюсти пропорции, и это будет уже смотреться хорошо. Не надо, как бы, не обязательно пить 145. Или там 180. Вот я ни то, ни другое. И как-то очень это вещально. Вот. Ну, такой небольшой экспорт по дефиле для тех, кто у нас выступал сегодня, для тех, кто у нас еще будет выступать, может быть, пригодится. Вот. У нас еще Маф хочет чего-то добавить. Еще есть такая ошибка, вот, иногда видел. Когда люди для дефиле делают видеозапись какую-то, то есть сопровождающий ролик, этого тоже не нужно делать. Нужно смотреть на вас, а не на ролик, который... Экран, если сбоку ролик все равно не будет видеть, если экран сзади, сюда потушат свет, и вас уже не будет видно. Будет видно ваш ролик. К сожалению, такие ошибки были. Вот, да, такой тоже ошибка есть. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, я могу сейчас на них ответить. Если нет, то мы переходим к третьему блоку. Ну, почему же, нет? Это поза же. Это будет считаться позом. Сейчас я положу баншет. Сейчас положу, то есть вот, да. Банзушенок не будет. То есть вот вы сели в позу, пожалуйста. То есть вполне можно, да, если это обусловлено, допустим, персонажем или вестите на нужном дебиле, пожалуйста. Почему нет? Главное, держите позу. То есть прочитайте про себя. Один, два, три. Этого достаточно будет, чтобы и фотограф заснял, и жюри оценило, и посмотрело, и люди посмотрели. Вот. Ошибкой будет, если вы все дебиле просидите. Такое тоже бывает. Да, и только если недавно такое видео. Нет, если вы как-то говорите какому-то там мертвому персонажу, то, пожалуйста, вы можете быть телевизором. А русалке как быть? На самом деле, вот, кстати говоря, связанная с русалкой и делают иногда Тифле Посадер Мур. Знаешь, когда у нее превоплощение вот это идет из обычной войны. У нее тоже там какие-то люди в черном бегают. На самом деле, если это продумано, поставлено нормально, это смотрится нормально. Вопрос здесь весь в постановке, весь в конкретном уже действии. В том, что получилось. А не в том, что идея. Идея, это может быть и хорошая. Надо просто... Ну что, тогда начнем. Начинает третий блог. Я возвращаю туда ведущим. Ксани. А где Ксани? Кому дать микрофон? Можно и без него. Сама идея, я бы с радостью. Ну и без вас. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...